Девушки отдыхают Доченька Далеко не все российские зрители сразу вспоминают эту актрису, если им приходится слышать ее имя. Но те, кто видел польскую киноленту «Знахарь», снятую в начале 80-х годов прошлого века, уже никогда не забудут Анну Дымну. Режиссер фильма Гоффман не ошибся, пригласив молодую, никому неизвестную актрису на роль Марыси. Выбор был исключительно удачен, она поразила зрителей своим высоким профессионализмом и прекрасной внешностью. Анна Дзядок в замужестве Дымна родилась 20 июля 1951 года в Легнице, в старинном городе, расположенном в Западной Польше. В семье будущей актрисы были армянские корни, однако наличие горячей южной крови совершенно не отразилось на ее внешности и темпераменте. С раннего детства девушка отличалась мягким характером, все считали ее очень утонченной, рафинированной особой. Мама девочки хотела видеть в лице дочери балерину и всеми способами пыталась привить Анне любовь к балету, с измольства водя ее на балетной постановке. Та не сопротивлялась, дабы не расстраивать маму, пока не подросла. В юные годы Аня поняла, что на самом деле ее привлекают совершенно иной вид искусства. Любящая мама приняла решение дочери и поддержала ее в стремлении стать актрисой. Окончив школу, юная красавица стала студенткой Краковской государственной высшей театральной школы. Сразу стала играть в старом театре и в кино. Ее наперебой приглашали режиссеры, и она успевала все. Бывало, за год снималась в пяти фильмах, однажды исполнила даже роль Маргариты в польской экранизации романа Булгакова. В ее творческой биографии очень много главных ролей, но хочется остановиться на двух, благодаря которым с девушкой познакомились и советские зрители. Одна – это главная роль в фильме «Прокаженная», где Анна и играет девушку, полюбившую аристократа. В картине очень ясно показано отношение общественности к ней – простой девушке, не входящей в общество избранных. Вторая, пожалуй, одна из самых любимых, как актрисой, так и зрителями – Марыся Вильчур. Дочь профессора в изумительном фильме Ежи Гофмана «Знахарь». Сюжет фильма прост, он рассказывает о жизни гениального хирурга Вильчура. Когда-то у этого человека было все хорошо – работа, любимая жена, маленькая дочка. Но затем в его жизни случилось огромное несчастье. Супруга полюбила другого человека и собралась уйти к нему вместе с дочерью. Несчастный супруг отправляется в пятийное заведение, пытается залить горе вином. На опьяневшего доктора нападают грабители и, оглушив его ударом по голове, забирают документы и деньги. Профессор потерял память и много лет проводит в скитаниях. Семья Мельника приютила его. Врач не знает, кто он такой, но его руки и ум не забыли высокого искусства врачевания, которому он был обучен. Он сумел вылечить сына Мельника, от лечения которого давно отказались окрестные доктора. Профессор живет под именем Антонио Касибы. Чьи документы он когда-то украл в участке. Узнав о чудесных способностях Касибы, окрестные жители идут к нему за помощью. Сам Антонио часто приходит в соседний городок. Здесь в лавке работает молоденькая продавщица, которой он испытывает отцовскую симпатию. Когда эта девушка попала в аварию, он идет на преступление. Ворует у доктора Павлицкого хирургические инструменты, которые ему необходимы для операции. Он делает операцию, спасает жизнь Марыси. Фильм имел грандиозный успех. Прокат картины прошел с триумфом по всему миру. Лицо Анны Демны не сходило с обложек журналов. Они писали и говорили, как об открытии в польском кинематографе. Личная жизнь артистки была полна драматизма, как и ее роли. Одна из первых лент, где играла Анна, пять с половиной бледного юзыка, так и не вышла в прокат. Но эти съемки стали для Анны счастливыми. Она познакомилась с будущим мужем, Веславом Демны, поэтом и художником, сценаристом. Он был старше ее на 15 лет. Веслав был для Анны не просто любимым, но и другом, и учителем. По ее признанию, именно он помог ей сформироваться как личность. Я была очень увлечена Веславом. Я жила им. Мы все делали вместе. Вместе сколачивали мебель, шили костюмы, радовались мелочам. Мы жили словно в трансе. Я читала ему книги вслух. Он учил меня рисовать. Мы любили друг друга, а все остальное не имело значения. Все рухнуло за несколько месяцев. Осенью 1977 года неисправный телевизор спровоцировал пожар в доме. Тогда сгорели многочисленные наработки и архивы мужа. Однако это оказалось лишь началом цепи страшных событий. Буквально через три месяца она нашла уже в новом доме мертвого Веслава, отправившегося туда обустраивать жилье. Обстоятельства причины смерти так и остались до конца невыясненными. Друзья семьи уверяли, что мужчина был избит. Однако полиция списала все на инфаркт и закрыла дело. Для Анны будто закончилась жизнь. Она была уверена, больше никогда и ничему не сможет больше радоваться. Вместе с мужем было потеряно желание жить. Перестала играть в театре, сниматься, а потом неожиданно согласилась поучаствовать в благотворительном спектакле в помощь людям с ограниченными возможностями. Эта акция перевернула ее мир, перевернула все в ее душе. Анна и подумать не могла, как много на свете людей, лишенных возможностей нормально жить. Как они страдают, как нужна им помощь и поддержка. Им было намного тяжелее, чем ей. И Анна решила, теперь для нее начнется новая жизнь. Отныне она все силы посвятит тому, чтобы облегчить жизнь других, тех, кто в ней нуждается. Водушевленная, полная новых планов актриса ехала в автомобиле на съемки в Венгрию. С момента смерти мужа прошло три месяца. Надо было жить дальше. Внезапно машина потеряла управление. Анна очнулась в больнице. У нее были серьезные травмы рук и ног. Перелом позвоночника и врачи сомневались, сможет ли она ходить. 27-летняя актриса долго лежала, парализованная. Ей казалось, что на этот раз все кончено. Ей уже не подняться. Спасли люди и близкие, и совсем незнакомые. Долгая реабилитация принесла результаты. Анна встала на ноги. Заново научилась ходить. Но стала сниматься. И позднее, играя Марысю в знахаре, она очень хорошо понимала, что должна чувствовать ее героиня. Ведь она прошла через все это сама. Как было сказано выше, после аварии, Анне пришлось пройти курс длительной реабилитации и интенсивной терапии, которую проводили под руководством молодого физиотерапевта, лучшего специалиста в своей профессии. Збигнев с Зота, так звали доктора, не давал Анне опускать руки в минуты отчаяния. Всегда был рядом. Эффект был потрясающим. Дымно быстро встала не только на ноги, но и спустя несколько лет после гибели Веслова на свадебный коврик. Красивый физиотерапевт исцелил и тело Анны, и разбитое сердце, и страдавшую душу. Свадьбу сыграли в 1983 году. В 1986 у пары родился сын Михаил. Ну а в 1989 супруги развелись. Невзирая ни на что, материнство принесло много счастья в жизни актрисы. С рождением сына она просто расцвела. Каждую минуту старалась проводить вместе с ним время. А когда сын подрос, мов начало сниматься, играть в театре, заниматься общественной деятельностью. Она уже и не думала, что встретит новую любовь. Но занятия благотворительностью отплатили ей встречей с таким же добрым и щедрым душой человеком. Теперь ее везде сопровождает и поддерживает. Кшиштоф Ажиховский, третий муж. Сейчас ей 71 год. На склоне жизни актриса обрела душевный покой и радость в жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин